всем привет дорогие друзья всем привет сегодня 11 ноября 2018 года воскресенье мы идем гулять по городу и сейчас я вам покажу здания которые будут сносить на месте будут старые строить новые здания и покажу пример нового здания ну а в принципе мы идем гулять по городу и приглашаем вас вместе с нами вот пример одного из домов из которого расселяют людей как вы видите например окна уже сняли балконы снимают постепенно и вот этот дом скоро снесут выезжают отсюда все фирмы и этот дом скоро снесут и построит новый дом чуть позже вам покажу какого плана новый дом построить вот напротив тоже вот это вот здание его тоже будут сносить и вот это вот небольшое здание его также будут сносить и постепенно в центре города все здания старые снесут и построят новые красивые современные здания вот уже висит название фирмы которая проектирует новое здание и здесь написано что аланья кинцель дуны шум что означает сносим старое строим новое и и также здесь написано салам бина лардая шамакер кезин хаки все должны все у всех есть право жить в хороших домах конечно же друзья у вас возникает вопрос что происходит жильцами вот этого дома каждый жилец договаривается отдельно с фирмы которая будет строить новый дом жилец может продать свою квартиру жилец может на время строительства нового дома переселиться в квартиру который будет арендовать фирма которая будет строить дом а после этого переехать и не платить за аренду на время строительства а также после завершения строительства переехать в новую квартиру новая квартира может быть чуть меньше прежней но каждый жилец договаривается отдельно по поводу своей квартиры сейчас покажу вам пример нового дома вот этот дом будут сносить и на месте вот этого нового дома здесь также стояла раньше старый дом в течение по 8 месяцев но в начале этого года в мае его начали строить и видите уже построили новый дом мы не знаем что здесь будет здесь раньше был отель также друзья покажу вам вот там вот впереди вы видите дом который только начали строить буквально пару месяцев назад появилась только насколько три этажа вот здесь также был дом который снесли и на месте старого дома скорее всего этот дом тоже снесут но все зависит от качества старого дома и на месте старого дома буквально я не знаю за пару месяцев они сделали фундамент и уже видите построили сколько этажей нулевой этаж 2 1 и 2 этажи давайте спросим майхана почему же сносят эти старые дома я нормально будет кенцельный герами на на киркл лык 30 лет киркл лык винар и на киркл лык винар 1мином zaten 50 или 100 и лары сны а ханг говорит что дома который сносят они их возраст более 30 40 лет а срок годности одного здания 50 лет И сейчас дома будут строить по новым технологиям, и они смогут простоять 100-150 лет, и также они будут более устойчивы при землетрясениях. Благодарю. Дом снесли и построили на его месте новый дом. И как жильцы этого дома мы можем договориться с какой-нибудь строительной компанией, ну естественно с мэрией, этот дом старый снесут, а новый дом на месте его построят. Мам, ты где? Мам, как тебе такая идея? Я не слышала. Носить старый дом и на его месте новый строить. Отличная идея. Смотри, Айхан сказал 30-40 лет срок годности. И, например, вот смотри, например, если у нас есть квартира в этом доме, все жильцы могут договориться и со строительной фирмой его снесут и построить новый дом. Прекрасно. Ну правда, есть вот такой момент, что новые квартиры могут быть меньше, чем старые. Но строить, стоить они, конечно же, будут дороже, потому что новое строительство. Ну, у кого есть деньги, тот доплатит. За что? Ну, если, ты говоришь, дороже будет стоить. А доплачивать надо будет? Нет, доплачивать не надо будет, в том-то и фишка. Квартира будет твоей чуть меньше, но если ты захочешь ее продать, она же уже у тебя будет в новом доме. Ну да. И она будет стоить дороже, чем если бы ты продавал свою старую. Хорошая идея чего, отлично, что вот так вот сделают. И, кстати, это еще дело для того, чтобы город выглядел красивее и также для того, чтобы расширить еще и тротуары. Но не для того, чтобы парковались на них, а для того, чтобы люди ходили. Кстати, друзья, напишите, как в вашем городе обстоит ситуация вот с такими случаями парковки на тротуарах. Вот еще пример одного здания, которое также будут сносить. Вы видите, что здание уже освободили. Кое-где, да, уже сняли все вывески. И здесь был раньше отель, его тоже будут сносить. Кстати, в нашем районе очень много зданий под сносом. Да, вот в нашем районе в центре и также в районе Пятничного рынка очень много. И, кстати, друзья, в районе Пятничного рынка, вот сейчас, где находится рынок и старый свадебный салон, там тоже планируется новый проект. К следующему году там будет красивая площадь. И снесут старый свадебный салон и построят новый красивый свадебный салон. И будет новая площадь. И начался небольшой дождик. Солнце светит, идет дождь. Мам, откуда он взялся? Посмотри на небе. Я не пойму, откуда он идет. Небо чистое. А? Нет, немножко взял, наверное, надо постоять передать. Дождик? Да. Держи. Он оттуда. Вон радуга, сейчас он закончится, наверное. А, друзья, и радуга. Но небо чистое. Откуда может взяться дождь, смотри. Айхан! Кукшаном вернется. Ага. Недан, ямур, недан. А сейчас давайте пройдем. Красиво построить. Кто меня так красиво подстриг? Кто меня так красиво подстриг? Ну, там кто-то спрашивает. Не знаю. Да, в комментариях. А кто меня подстриг? Если кому-то нужна стрижка, обращайтесь как к Кайхану. К Кайхану? К маме. К маме. Мы пришли на пляж. Закончил? Дождь закончился, еще капает. А откуда он капает, совершенно непонятно. Посмотрите, небо чистое. Ну, откуда? Нет туч. В общем, на пляже я вижу, народ загорает, друзья. На улице перед выходом я смотрела 23 градуса. Температура 23 градуса. Воды, наверное, так же. градусов 25, но очень комфортно и классно. Многие лежат, загорают. Но мы сейчас не купаемся, потому что мы немного простыли. И подождем чуть-чуть, пока выздоровеем. А вот так вот выглядит пляж и наше море. В ноябре месяце, сегодня 11 число. Солнце заходит, выходит, но температура очень классная и комфортная. Днем можно загорать. Я думаю, купаться. Вот кое-кто купается. Давайте попробуем в воду. Холодная она или нет? Ну, вода теплая! Вода теплая! Можно купаться. Вода очень теплая. Сейчас уже пятый час вечера. И посмотрите, какая красота на пляже Клеопатры. Сейчас будет просто невероятный красотный закат. Вот с этими облаками. Красота! На Алане постепенно опускается вечер. Мам, как тебе температура воздуха? Комфортно, да, вечером? Хорошо? Да, сейчас тепло. Даже можно в футболке ходить. Вечером 20 градусов, а ночью 18. Смотри. Даже в футболке можно ходить, да? Это мы так уже по привычке надеваем, а в футболке очень комфортно, не жарко. Здесь накопал дождик. В общем, друзья, мы с вами прощаемся. Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. Кто нас не знает, кто новый, давайте знакомиться. Пишите в комментариях, задавайте свои вопросы. Что еще? Ставьте пальчики вверх. Ну, а самое главное, что надо делать всем? Не знаю. Приезжать в Аланию. Добро пожаловать в Аланию. но самое главное будет приезжать в Аланию. Ну, кстати, в ноябре сейчас очень теплая погода. Теплее, чем обычно. Я не помню, чтобы я в ноябре в футболке вот так ходила. Этот ноябрь очень теплый. В общем, мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. А где еще? Пока-пока. Пока-пока.